Мы плохо знаем прошлое нашей планеты, и исследования палеонтологов и археологов далеко не полно освещают все тайны, связанные с человеком. Популяризация, доведенная до крайней упрощенности, создала в сознании общества серию ложных образов, ложных именно по причине их излишней упрощенности. Переход от животного, человека-обезьяны в кавычках, цивилизованной личности, история первобытного общества, подразделяемая на век камня сначала обтесанного, затем и отшлифованного, железный век и так далее, яркие тому примеры. На самом деле общая картина развития человечества оказывается куда более сложной. С одной стороны, как разное поколение сосуществует, а они появляются поочередно, сменяя друг друга, как артисты, которые выходят на подмозги и уходят оттуда, как задумано по роли, Точно так же и разные стадии технического и социального развития человечества одновременно возникают и сталкиваются между собой. Причем иногда самым удивительным образом. В то время как современный горожанин располагает телевидением, автомобилями, авиацией и тому подобными вещами, племена австралийских или новогвенийских аборигенов еще живут по законам первобытного общества, пользуясь грубо обработанными кремниевыми орудиями. С другой стороны, поразительные открытия археологов показывают, что нужно отодвинуть далеко, чрезвычайно далеко существование этих малосимпатичных полуживотных, совсем еще недавно изображавшихся ведущими убогое существование своих мрачных пещерок. Авторы восхитительных первобытных фресок, обнаруженных в гротах-светилищах Ласка и Альтамиры, вовсе не были жалкими людьми-обезьянами, главными занятиями которых было пожирать жутким рычанием громадные куски подгнившего мяса и таскать за волосы своих подруг. Впрочем, специалисты по истории первобытного общества мало-помалу признают, что до сих пор преуменьшали действительное достижение человека, называемого доисторическим. В запасниках музея человека в Париже есть, среди других прекрасных и многозначительных документов, резная картинка, найденная на одной из плит из «Люссек-ле-Шато». Там изображена аккуратно причесанная женщина, на ней уже довольно изысканная одежда и даже башмаки. Можем ли мы пойти дальше и признать, что в очень отдаленную эпоху, во всяком случае, намного раньше времени, всеми признанного началом античности, существовала уже очень сложная и очень развитая цивилизация? И существовали ли на самом деле цивилизации, которые считают исключительно «легендарными» или «таинственными»? Кстати, если вспомнить традиционное представление о таком «легендарном» в кавычках континенте, как Атлантида, то как не привести высказывание выдающегося английского ученого Фредерико Садди? У него Нобелевская премия по физике. «Не найдем ли мы здесь, – писал он, – некоторого подтверждения верования, согласно которым исчезнувшие сегодня человеческие расы могли обладать не только нашими современными познаниями, но и могуществом, которым мы пока не владеем?» С тех пор все больше и больше научных работ, называемых авангардистскими, целиком и без колебаний, основывались на подобном утверждении. И надо сказать, что это утверждение постепенно признается наукой. Да, паранаука рано или поздно становится просто наукой. Различные археологические открытия и высшей степени достоверные поначалу вызывают головокружение. Настолько они кажутся «противоречащими» истинам, в кавычках, которые до то ли считались полностью подтвержденными фактами. Вот находка, приводящая поначалу замешательство, по крайней мере, рядом с общепризнанными научными догмами. Она располагается на шкале времени достаточно близко. Ее возраст всего около 4500 лет. В окрестностях Багдада найдена маленькая, полуразъеденная временем, металлическая коробочка. И она оказалась ничем иным, как электрической батарейкой. А что думать об открытии, сделанном сэром Чарльзом Брюстером, который обнаружил в месторождениях известняка, сохранившихся от мелового периода, то есть насчитывающих, в общем, 80 миллионов лет, настоящие стальные гвозди. В то время как археологи не высказывают, не выказывают ничего, кроме презрения к оккультным бредням, о существовании в пустынях Калифорнии, Африки и Гоби, давно погибших, но когда-то чудесных неведомых городов, аэрофотосъемка начинает открывать их. Что такое Ари-Халк? Таинственный, искрящийся металл атлантов. И это не единственный, утерянный ныне секрет былых времен. А не была ли самая глубокая древность свидетельницей чудовищного ядерного конфликта? В Ирландии и Шотландии сохранились остатки древних кольцеобразных крепостных укреплений, гранитные бастионы которых превратились в стекло. Так их в народе и называют стеклянными крепостями. Однако спекание гранита в стекло происходит только при температуре свыше тысячи градусов. Не следует ли в связи с этим признать, что крепости атаковали люди, использовавшие атомное оружие? Но вот что могло бы стать одним из самых необычайных открытий. В 1959 году советско-китайская палеонтологическая экспедиция под руководством доктора Чу Мин Чена обнаружила в пустыне Гоби на камне песчаники, возраст которого определяется в миллион лет, прекрасно распознаваемый отпечаток подошвы. Как же сильно расширяются благодаря этому узкие рамки, в которые ученые совсем еще недавно втискивали предполагаемое время появления человека. В прошлом веке, смотри журнал Scientific American за июнь 1851 года, в Дорчестере, штат Массачусетс, при взрыве был найден сосуд, имевший форму колокола. Скрытый в прочном камне, он оказался изготовленным из металла, украшен прекрасными серебряными цветочными инкрустациями и не походил ни на один из исследованных до тех пор предметов. Железо появилось в металлургии в различных регионах задолго до всеми признанной даты. Отсутствие железных предметов в раскопках не может служить окончательным археологическим доказательством. Всякий знает, что ржавчина разъедает, разрушает, уничтожает даже самую лучшую сталь. Это особенно впечатляет, когда видишь предметы, выброшенное море. Через несколько веков на дне океанов не останется ничего от огромных судов с металлическими корпусами, между тем, как люди будут еще долго находить на берегу останки античных, деревянных посудин. В 1929 году немецкий ученый Дейсман обнаружил в одном из закрытых для публики залов дворца Толкали в Стамбуле карты, принадлежавшие турецкому адмиралу Перерейси. Этот адмирал, сделавший блистательную морскую карьеру, он победил венецианский флот, который считался непобедимым. Кончил свою жизнь позорно. Он был казнен, по приказу султана Салемана II, как предатель, поскольку принял мзду от испанцев, чтобы тайно снять осаду Гибралтара. Но карты Атласа, выполненные Перерейсом еще в 1513 году, были всего-навсего точной копией гораздо более древних документов, оригиналы которых не найдены и по сей день. Загадочным навигатором, сделавшим оригиналы карт, использованных Перерейсом, были отлично знакомы точные контуры как северных, так и южных полярных районов планеты, еще до того, как их покрыл толстый слой льда. Следовательно, надо признать, что необходимые для создания таких карт измерения были сделаны до ледникового периода, который, как утверждают историки первобытного времени, имел место в эпоху Палеолита. К тому же, эти карты должны были быть изготовлены для и при помощи пилотов летательных аппаратов. Действительно, многие фигурирующие там подробности немыслимы были, было определить морским путем. В 1950 году в Соединенных Штатах вышла книга Эммануэля Великовского под названием «Сталкивающиеся миры». Чуть позже была опубликована другая работа того же автора «Великие потрясения земли». Этот ученый был последователем Успенского, самого знаменитого из мыслителей, сформировавшихся под влиянием Гуджиева. Специалистом по сравнительной мифологии и весьма квалифицированным астрономом-любителем. Он попытался доказать, что фантастические катаклизмы, столкновение Земли с небесным телом огромных размеров, извержение вулканов и гигантские цунами в масштабе целого континента, если не целой планеты, все это вовсе не было придумано. Это имело отношение к реальным земным катастрофам. Тем, что разрушали нашу планету в разные критические эпохи со времен появления на Земле человека. Едва астрономы Соединенных Штатов познакомились с работой Великовского, их охватило такое бешенство, какого никак нельзя было ожидать в наши дни от ученых, людей, слывущих спокойными и безмятежными. Поскольку не существовало ни одного законного способа атаковать Великовского, а работы его находились вне круга возможных научных споров, и к тому же эти книги нельзя было подставить под удар цензуры, многие американские университеты предприняли отчаянную попытку любой ценой помешать их распространению. Иными словами, они постарались выкупить все тиражи изданий, какие оказались им доступны. Подобный эпизод, наверное, докажет, насколько всесильное официальное табу в научных кругах и отразит, пусть даже заинтересованные лица не отдают себе в этом отчета, навязчивый тайный страх, боязнь увидеть, как рушится такое устойчивое представление о мире, где грандиозные геологические потрясения немыслимы со времен появления на Земле человечества. Однако существование мест, где происходят феномены, которые нельзя объяснить при современном состоянии основанных на фактах знаний, очевидно. Говоря об этом, нельзя не вспомнить проклятые озера, известные в разных местах земного шара. Одно, к примеру, расположено на севере-востока Трансвааля в Южной Африке. Это озеро Фендюдзи. В 1955 году профессор Генри Бёрнсайд и его друг Текер добрались до его берегов. Они наполнили стеклянные бутылки и металлические фляги, которые привезли с собой водой из озера. Но на следующее утро все сосуды оказались пустыми, хотя были герметически закрыты пробками и опечатаны. В последующие дни феномен повторялся. А вскоре после своего возвращения из Африки оба путешественника умерли загадочной смертью. Еще одно из этих проклятых озер существует в Исландии. Всякий раз, когда безрассудные путешественники располагаются лагерем на его берегах, потом находят их пораженные молнии тела. В пустыне Гобе и в пустынных частях Запада Соединенных Штатов современное состояние местности делает вполне правдоподобную версию о том, что некогда здесь произошел ядерный взрыв. Аналогичные выводы можно сделать, приглядываясь к современному району Мертвого моря. Написанные на санскрите документы, как и древние мексиканские тексты, с высокой точностью описывают разрушительные действия, увы, хорошо знакомые нам по свидетельствам людей, переживших Хиросиму и Нагасати. С небес спустился огонь, который вырывал глаза, разъедал кожу и внутренности. В преданиях и легендах можно найти явно противоречащую нашей современной идее о линейном прогрессе идею «Цикличности становления человечества», отмеченного целой серией «окончаний» и «возобновлений» процесса. По мнению Елены Петровны Блавацкой, которая, вопреки тому, что утверждали ее противники, не придумывала свои теории, а находила их в открытых, посвященном источниках, полная история человечества уходит очень далеко, куда дальше, чем принято считать в современной официальной науке. Упрощенческая идея линейного прогресса сама собой отпадает, как только осмеливаешься затронуть проблему психических возможностей, бывших когда-то доступными последовательно той или другой из великих рас. С точки зрения психической и духовной, умственная и зрительная способность восприятия человека оставалась неизменной почти до конца четвертой расы. Функции целиком прекратились из-за материализма и развращенности человечества. В скобках примечания от меня вопресказ «А сколько веков сжигали на кострах людей с необычными способностями и взглядами?» Нас приучили, что маги, волшебники, колдуны, ведуны и ведуни были в сказках. Так вот их и сжигали в обязательном порядке, заодно со всеми неугодными обычными людьми. Скобка примечания закрывается. Основательница теософского общества Елена Блавацкая прибавила в том же третьем томе «Внутреннее видение с тех пор могло быть приобретено лишь при помощи упражнений и посвящения, если только человек не был магом от рождения или человеком повышенной восприимчивости, медиумом, как таких называют сегодня». В 1940 году китайский ученый Лю Цэ Хуа, проживающий тогда в Париже, опубликовал работу под названием «Прозерпина. Космология Па-Куа и современная астрономия». Опираясь на принципы традиционной китайской науки, той, которая, к примеру, позволяет гадать Па-И-Дзин, Лю Цэ Хуа сделал вывод о существовании за Плутоном другой планеты – Прозерпина, причем описал все ее свойства – плотность, орбиту и т.д. Действительно, один из астрономов открыл чуть позже вышеназванную планету. Увы, ответом на это открытие стало полное официальное засекречивание этих сведений. Такой же полной секретностью окружено и существование второго спутника Земли – Лилит. называемого еще Черной Луной. Площадь поверхности этого таинственного небесного тела, обладающего точно такой же массой, как и сама Луна, меньше в четыре раза, а орбита Лилит расположена в три раза дальше от Земли, чем орбита нашего ночного светила. Наблюдатель, находящийся в чрезвычайно выгодном положении для того, чтобы фильтровать сверхсекретную информацию, выходящую на свет, все секреты человечества, находящиеся в коллективном пользовании, неизбежно просачиваются наружу, как только становится объективно возможна их передача. Наблюдатель сообщил нам в 1961 году о запрете, наложенном на распространение сведений об открытии, сделанном на одной из американских антарктических станций. Там были обнаружены останки очень древнего плиточного покрытия, и найдены они были под громадным скоплением льдов. Такие официальные приказы об умолчании объясняются ничем иным, как рьяным стремлением защитить ортодоксальную науку. Ведь на самом деле доказательство того, что когда-то на антарктическом континенте существовала цветущая цивилизация, ныне исчезнувшая, никак не могло бы повлиять на сегодняшнее равновесие мировых сил Соединенных Штатов, Советского Союза и Китая. На момент написания книги. В аравийском порту Джидда, связанном автодорогой с Меккой, есть музей, которому как нельзя лучше подходит определение прокляты. Говорят, никому и никогда не позволяли посетить его. Известно только, что в нем собрана удивительная коллекция доисламских языческих стел. Это идолы, созданные задолго до утверждения Магометом монотеизма. Насколько хорошо понятно, почему запрещено заходить туда правоверным мусульманам, власти хотят сохранить религию в абсолютной чистоте. Настолько непонятен запрет на посещение музея для иностранных археологов. И еще того менее, отчего, когда редкие путешественники осмеливаются заговорить на эту тему, чиновников Джидды охватывает ужас и крайнее смятение. Если бы речь шла попросту об обычных языческих идолах, подобную реакцию понять было бы трудно, потому что в больших музеях и коллекциях Европы и Америки полным-полно предметов такого рода. Может быть, эти стелы являются семитскими идолами, которым поклонялись арабы до миссии Магомета. Не связаны ли с ними странные, тайные, пугающие магические культы? В Джидде существует гигантский монумент, называемый в местных преданиях Могилой Евы. Его происхождение, его реальное назначение неизвестно. Король Сиуд приказал разрушить его, потому что этот памятник слишком основательно подпитывал народное суеверие. В 1868 году исследователь Адам Рендерс обнаружил в Родезии гигантский город Зимбабве, который, несмотря на предпринятые сразу же кропотливые археологические раскопки, не открыл своих тайн. Очень интересно, неоспоримое сходство гигантских развалин Зимбабве, расположенных в Южной Африке, и колоссальных ансамблей в Перу. В Зимбабве, как и в Мачу-Пикчу, затерянном городе, в котором у инков была неприступная крепость, воздвигнута намного раньше, чем это могли сделать они сами, встречаются фантастические овальные башни. Они герметически закрыты и доступны лишь сверху. Название этих таинственных башен в Мачу-Пикчу наводит на размышления. Их называют комнатами летающих людей. В Зимбабве, как и в Андах, обнаружены среди других предметов, не имеющих археологических аналогов нигде в мире, очень изящные, хрустальные птицы. Это были отрывки из книги «Люди и фантастические цивилизации». Автор Серж Ютен. Французский писатель, доктор филологических наук, научный сотрудник Национального центра научных исследований, интересовался алхимией. Статьи по этой теме публиковал в журнале «Планет». И ссылка на источник. На этом все. Всего хорошего. Читайте книги. С ними интереснее жить. Юрий Шатохин. Канал Веб-Рассказ. Новосибирск. Все ссылки, как обычно, я дам в описании под этим видео. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова